Эй, йоу! Сегодня необычный ролик для моего канала, так как давненько я не залезал в тематику криптовалют. Многие, возможно, даже не представляют, что я майнил еще до того, как это второй раз стало майнстримом. И сегодня заголовок не врет, майнинг может и вправду скоро закончиться, и для этого есть несколько причин, которые я хочу рассмотреть в этом видео. Также хочу прочитать ваше мнение обо всем этом в комментариях. За счет от майнинга представленная Nvidia здесь будет фигурировать в последнюю очередь. Зрители моих стримов и подписчики моей группы ВКонтакте знают, что я не жалую биткоин, который считаю пустышкой и раздутым мыльным пузырем без будущего, но к другим криптовалютам я отношусь позитивно и считаю, что они имеют потенциал к развитию и становлению популярной платежной системой, которая сможет конкурировать с банковскими переводами. Одна из таких криптовалют Ethereum, созданной Виталиком Бутериным. Эфир это вторая крипта по совокупной стоимости всех монет, то есть по капитализации. И по совместительству для подтверждения транзакций в сети Ethereum сейчас используется наибольшее число видеокарт. Майнеры на своих фермах проводят вычисления, чтобы получить шанс, да, именно шанс записать новый блок. За это действие сеть выдает майнеру вознаграждение на его кошелек. Этот способ функционирования криптовалютного блокчейна называется Proof-of-Work, то есть подтверждение работы, если перевести на русский. По этой схеме работает и биткоин, с одной значительной разницей. Алгоритм, который используется для майнинга биткоина, SHA-256, довольно простой, и компаниям не составило труда разработать и выпустить под него специальные чипы, которые майнят SHA-256 во много тысяч, а сейчас уже миллионов раз быстрее, стандартных процессоров и видеокарт. Стоит ли уточнять, что в этом случае просто бесполезно пытаться добывать биткоин на стандартном оборудовании? Ты в любом случае будешь в пролете. И остается переключаться на такие алгоритмы, для которых еще не создали достаточно эффективные асики. К примеру, Даггер Хошимота, на котором базируется эфир. Пока не существует таких асиков, которые своей мощью затмили бы обычные геймерские видеокарты на этом алгоритме. Поэтому криптоэнтузиасты и просто желающие поживиться, во-вторых, особенно много, когда курс растет, будут собирать компьютеры специально для майнинга с несколькими видеокартами, чтобы круглосуточно участвовать в борьбе за награду. И когда, наконец, я в общих чертах обозначил, что такое майнинг и как он работает, перейду непосредственно к теме ролика. Создатели эфириума планируют обновление сети под названием EIP-1559, в котором есть изменения, снижающие вознаграждение майнерам. А если точнее, будет сжигаться большая часть платы за транзакцию, которая в сети эфириум начисляется майнером вместе с новыми эфирами, напечатанными при создании блока. Это две составляющие награды майнеров. И если создание новых эфиров урезают регулярно, то плату за транзакцию столь серьезным образом ранее не урезали. Кроме того, если раньше пользователь мог саморегулировать размер комиссии, и в свою очередь майнинг-пулы могли более высокооплачиваемые транзакции обрабатывать быстрее, то теперь комиссия будет выбираться, исходя из загруженности сети. Майнинг-пулы – это специальные объединения майнеров для более эффективной добычи криптовалют. Мощностями одного майнера пытаться получить блок в сети – это сродни игре в лотерею. Но если объединить много майнеров в одну вычислительную систему, шансы возрастают многократно. После добычи блока пул делит полученную награду между всеми майнерами-участниками, пропорционально их вкладу, а также берет себе процент. Обычно от 1 до 2% полученной крипты, в данном случае эфириума. Кроме того, достаточно крупный пул может иметь влияние на сеть и пользоваться им в своих интересах. Такое резкое снижение награды не понравилось SparkPool, и руководство пула объявило бойкот. Обновление. Записав несколько блоков, не содержащих ни одной транзакции, то есть застопорили работу криптовалютной сети. Хоть это и крупнейший пул на данный момент, их 25% хешрейта не хватит, чтобы повалить сеть эфира полностью. Для этого нужен 51%. Это событие привлекло внимание, и некоторые другие пулы поддержали бойкот. Виталик Бутырин не стал медлить с ответом и заявил, что обновление состоится, и если майнеры будут выпендриваться, для команды эфириума ничего не стоит отказаться от услуг. Proof-of-Work майнеров с их видеокартами и асиками, и перевести сеть на алгоритм Proof-of-Stake. И прежде чем высказать свое мнение насчет того, к чему может привести данная ситуация, я должен пояснить, что вообще такое этот Proof-of-Stake. В отличие от Proof-of-Work, где требуются вычислительные мощности, главный запрос к майнеру для доступа к записи блоков Proof-of-Stake, это собственные монеты на кошельке. То есть, чем более набит твой кошелек, тем больше у тебя влияние на сеть. Не лично Proof-of-Stake. Перевод подтверждения доли владения. Меньше нравится из-за большей централизации и принципа, чем изначально богаче, тем больше богатеешь. Мощности все-таки вещь непостоянная, потому что выходит более совершенное устройство, а завладеть большой долей успешной крипты будет становиться все сложнее и сложнее. Во мне так Proof-of-Stake подходит только для национальной валюты, именно потому что имитирует печатный станок в руках государства, как самого крупного владельца собственной валюты. Сейчас в сети эфира как никогда много мощности. Особенно интересно выглядит вот этот недавний подъем. Уж не знаю, что это. Недавно вышедшие 3060 или же новые асики. Я верю и надеюсь, что Виталия не отступит. И вне зависимости от того, будет ли это урезание награды или же переход на Proof-of-Stake, грядет одно и то же событие. Просто масштаб его будет отличаться. Это миграция майнеров на другие алгоритмы, в сети других криптовалют, ввиду неизбежного снижения прибыли от майнинга. Какое-то количество майнеров просто отключится и не захотят продолжать. И это в равной степени может привести к росту крипты, так и к снижению в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе все криптовалюты ждет коррекция, так как рынок сейчас перегрет. А избыток видеокарт в любом случае попадет на вторичку и снизит чересчур поднятые барыгами цены. Предложение начнет превышать спрос, и можно будет взять со вторички топовую видеокарту после майнинга и поставить свой игровой или рабочий ПК. Если будет непонятно как отличить вполне рабочую видеокарту от полумертвой, можете обратиться с этим вопросом ко мне. Я проинструктирую. Затем наконец появятся новые видяхи в магазинах по вменяемым ценам, потому что за такую стоимость как сейчас больше ни один даун не купит, ведь майнинг перестанет быстро отбивать сегодняшние цены на видяхи. Если Spark Pool или любой другой достаточно крупный пул все же не захочет мириться, он может скопировать блокчейн эфириума, как он есть или внести незначительные изменения, и назвать это другой криптовалютой. Таким образом произойдет Hard Fork, то есть тяжелая вилка. Вместо одной криптовалюты будет две, и в этом случае наверняка часть майнеров ринутся добывать новую монету. Но больших перспектив не ждите. Самый успешный форк эфира это эфиром классик, посмотрите сколько он сейчас стоит и насколько выгодно его добывать. А новый форк, уж точно не должен произойти классический эфир, ибо редко новые форки успешнее предыдущих. Да и тогда были очень серьезные причины разделить монеты, а сейчас просто жажда наживы со стороны нескольких пулов. Это была моя аналитика. Впереди вас ждет еще много интересного, поэтому рекомендую подписаться на мой канал и включить все уведомления. А с вами был Данил Продольный, и да, тут я делал видос о том, как правильно настраивать видяху для майнинга, теперь хз, нужно ли. И да, мой канал не про майнинг в основном. Короче, до новых видео, жду вас всех-всех в своей группе. Пока этот видосик делал, появилась новая информация, что форк таки будет. И кто заинтересован, ну, следите за этой инфой. Вот у кого, может, есть еще осталось достаточно много эфирчика. Вот, может быть, вам будет интересно получить этот форк. Может, вам будет интересно его помайнить. Короче, я не знаю, может быть, тоже буду следить, а может, не буду. Посмотрим. Вот такие дела.